ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем нам нужна динаминация? Я сам не знаю, честно. Как вы готовитесь к динаминации? Я не задумался об этом. Понятно. Честно, пока никак. Хорошо, спасибо. Мы не одну так прошли уже в своей же жизни. Поэтому нормально относимся. Портмоны поменяли на новое, чтобы монеты ложить. Да и ладно, ждёмся. Здравствуйте, телеканал Беложьи 4. Можно вопрос? Можно вопрос? А как вы думаете, для чего нам динаминация? Даже не могу сказать. Вообще не владею экономическими вопросами. Не убейтесь, пожалуйста. Вы нужны нам живым. Как вы относитесь вообще к динаминации? Нормально. Как думаете, для чего она нам нужна вообще? Ну, чтобы меньше денег носить. Ну, а вообще, как вы к ней готовитесь? Может, что-нибудь подготовить? Ну, будет время, приготовимся. Исходя из ответов, которые я услышал, люди к динаминации готовы. Главное, поначалу не запутаться в деньгах. А о том, как этого избежать, расспросит мой коллега Владислав Крупа. Спасибо, Артем. Я нахожусь возле одного из продуктовых магазинов в Гомеле. Как вы знаете, в розничной торговой сети появились ценники с двойной стоимостью товара. А также плакаты, на которых изображены новые деньги. И вот, что думают об этом люди. Здравствуйте, Беларусь4. Вас радует, что появятся монеты? Ой, не знаю. Не знаю, радует меня это или не радует. Что вы думаете о дизайне новых денег? Ну, ничего. Как не запутаться в расчетах? Надо знать все наизусть. Здравствуйте. Что вы думаете о дизайне новых денег? Думаем нормально. Нормально, все хорошо. Вас радует, что появятся монеты? Конечно, мы соскучились по монетам. И кошельки приготовили. Как не запутаться в расчетах? Будем считать. Надеемся, не запутаемся. Как вы видели, мнения людей разные. Но вывод напрашивается один. Как бы деньги не выглядели, главное, чтобы их всегда хватало. Опрос подготовил Артем Гладышев и Влад Крупа. Специально для проекта «Юная телезвезда». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok